Встреча с командой «Останавливать» Встреча с командой «Останавливать» Встреча с командой «Останавливать» Красный готов? Зимний готов? Академия «Букса» Шабо-Буксник, первый раунд! Шабо-Буксник! Итак, дорогие друзья, первый раунд Александр Филичкин против Роберта Забуняна В перчатках и черных трусах Роберт Забунян Пять побед, все по очкам, одно поражение по очкам Одна единственная ничья, метр семьдесят четыре Уроженец города Сухуми, Грузия, проживает В российском городе-курорте Сочи Профессионал с ноября 2013 года Роберт Забунян Единственное поражение потерпел, кстати говоря Также раздельным решением судей В феврале 2016 года проиграл Исмаилу Ильиеву Случилось это в городе Санкт-Петербург В восьмираундовом поединке для Забуняна Второй восьмираундовый поединок в карьере Что касается Александра Филичкина То он проводил не только восьмираундовые бои Ну и десятираундовый, а вот нет, кстати, для Филичкина тоже первый восьмираундовый поединок в карьере Ну и мы видим с такой разведки начинают боксеры этот поединок Оба большую часть работают передней рукой Оба техничные, не являются ни тот, ни другой заправскими нокаутерами Я думаю, что вот они будут так присматриваться, по крайней мере, раунд два друг к другу Ну вот там пытается сейчас, кстати, попытался Филичкин обострить, в принципе, не было Да, так через руку правой он ищет Ну у него на 14 побед 5 досрочных, кто знает, может быть, проснулся в нем инстинкт нокаутер Либо прорезался удар, такое случается, что бойцы, от которых никогда не ожидаешь Нокаутерских способностей не ждешь через какое-то время, они оп У них там целая серия побед нокаутами, вот я могу вспомнить, например Австралийца из первого легкого веса, из полулегкого веса Билли Дива Человек, который сражался с нашим Евгением Градовичем, проиграл там досрочно Причем дважды они встречались, оба раза проиграл Билли Дива Так вот, до поражения от Градовича у него была такая хорошая серия досрочных побед Причем пару-тройку раз он выигрывал у людей, которые достаточно обладают прочностью Такой хорошей Так что бокс, здесь может быть все, мы видим Филичкин поточнее Высоко так держит руки Роберт Запунян, плотно перекрывается пока он Вот смотрите, неплохо, неплохо сейчас на ногах ушел от опасности Филичкин Надо отметить, оба бойца достаточно интересные, хорошо двигаются на ногах Ну у нас, да, поединок двух технарей, поэтому, друзья, нокаут в первом раунде ожидать, наверное, и не стоит Хотя все бывает, но, мне кажется, не в этом случае все же Такая в основном у нас тактическая борьба идет, да, то есть... Ну, оба бойца настроены на длительный такой поединок Ну, скорее всего, да, все бывает, конечно же, возможно, лаки-панч какой-то, но так пока Присмотрелись бойцы друг к другу Присмотрелись, да, посмотрим, что будет во втором раунде, на мой взгляд, так, чуть-чуть поточнее в первой трех минутке был Филичкин Посмотрим Ну, для обоих бойцов это первый восьмираундовый поединок Да, ну, у Филичкина был десятираундовый бой Это случилось в 2015 году Вообще, Александр одно время выступал в Соединенных Штатах Америки Пытался делать карьеру там Провел три поединка подряд в США Все три выиграл, причем дважды выигрывал досрочно Ездил в Финляндию в 2009 году Победил известного джурнумена Леонтия Ворончука По очкам Ну, а у нас второй раунд Давайте смотреть за развитием событий По-прежнему оба бойца предпочитают работать на дальней дистанции Пока действуют одиночными ударами Вот опять уходит от опасности Александр Филичкин Достаточно легко он передвигается на ногах Абсолютно верно Александр в белых трусах, в красных перчатках 14 побед 5 нокаутом Одно единственное поражение по очкам на его счету Еще раз напомню вам, дорогие телезрители У Запуняна 5 побед все по очкам Поражение по очкам и одна единственная ничья Ну вот Запунян обычно, кстати, выступает на категорию выше Числится он как боксер первого среднего веса У нас поединок в полусреднем весе Ну, а Александр Филичкин, в принципе, природный уэлтер Хотя за карьеру порой он забирался на одну, а то и две категории выше Ну, сейчас не испытывает никаких проблем со сгонкой веса Филичкин И спокойно он сделал полусредний вес Ну, какая сейчас атака была от Запуняна Ну, плотно перекрывается, да, все выдержал У Запунян, видите, не панчер То есть, если бы это была атака панчера, бойца, у которого все победы до срочные Да, тогда, возможно, стоило бы задуматься Филичкину Почему он прозевал такую атаку А так Взяли бойцы паузу Вот сейчас на отходе слева сбоку достал Запуняна Филичкин Группа поддержки Александра оживилась, мы слышим ободрительные скандирования Надо отдать должное, такой достаточно высокий темп для бойцов во втором раунде Высокий темп, все очень технично Вот сейчас попытался обострить Запунян, прошел у него удар справа через руку Но вот я думаю, что любители такого бокса хардкорного, наверное, могут быть чуть-чуть недовольны Потому что у нас разменов пока нет, обострений нет И достаточно оба бойца действуют прагматично, я бы сказал Да, лишний раз, скажем так, они не рискуют, но боксируют достаточно интересно Вот сейчас атака от Запуняна, попытался он повторить плечом Но только и всего Спокойно Филичкин переждал Справа по корпусу Александр сейчас попадает Но я думаю, сознательно Филичкин на себя вытягивает соперника И так несколько раз он тебя обозначил боковые навстречу Думаю, что как раз у него план встретить жестко боковыми И потом уже по ситуации, да, либо добить, либо развить успех Думаю, как раз, качаю ноги, качаю мечи Многие дамы, чем мешают, да, речи Качаю вечером, качаю днем Качаю самолет, качаю самолет Качаю танцы, мучка, качаю динусон Я только качаю даже то, что не качается И так у нас третий рамон Каунт из восьми запланированных Напомню, полусредний вес весовая категория до 66 килограммов 700 граммов В белых трусах, красных перчатках Александр Филичкин Его соперник в черных трусах, черных перчатках Роберт Запунян У Филичкина 14 побед Одно поражение, 5 побед нокаут У Запуняна 5 побед, все по очкам Одно поражение по очкам и одна ничисть Идет вперед запунян Расстреливает передней рукой, идет вперед И так, вторым номером работу выбрал сейчас Александр Филичкин Ищет он, ждет своего момента Мы видим, пытается встретить правый через руку на левой прямой Дает сопернику большое количество возможностей выбрасывать как раз-таки этот джеб с передней руки Ну и так продолжает идти вперед, мы видим По корпусу слева, кстати, достает сейчас Запунян Филичкин Неплохо так он завершил этим акцентированным ударом атаку Александр огрызается Но вот, мне кажется, хотя всего лишь второй раундом многовато выжидает Саша Да, этим же Пунян пользуется, набрасывает, насыпает гороху, что называется Иногда излишне много отдает инициативу своему сопернику Александр Филичкин Да, да Тут выцеливать-то сейчас, ну не знаю Мне кажется, надо как раз-таки больше-больше выбрасывать Можно просто боиться, что перестучите его за Пунян, кто знает Возможно, есть определенный план на этот поединок Да, 8-ми раундовый, да Назначено и есть Его не может не быть, мне кажется Если ты выходишь в ринг, какого бы ты уровня не было, у тебя должен быть план на бой Другое дело, удастся ли тебе его реализовать или нет, это уже, что называется, вопрос риторический Да, абсолютно верно Тут как раз уже уровень не сказывается в твоей подготовленности Ну, прописные истины, я думаю, вы все прекрасно знаете о чем-то Продолжает идти вперед Роберт Запунян И так на отходах, также вторым номером продолжает работать Александр Филичкин От времени он пытается атаковать, но... Ну, Запунян идет вперед, но при этом, да, он не прессует, он не выбрасывает безумное количество... Да, он не валится туда в атаку, не проваливается на ближнюю дистанцию Мы видим, он бьет, четко контролирует дистанцию, в нужный момент уходит, оттягивается на ногах назад И вот мы даже, видим, тричает, работает навстречу Вот, видимо, решил, попытался, пытается забрать концовку Филичкин, но пока... На джебе, да, мы видим, держит его на джебе, такой полуджеб полубоковой Запунян на вытянутой руке, на передней, в данном случае, это левая Передняя рука, задняя нога, это боксерская терминология, поэтому все, кто из вас, может быть, впервые смотрят и слышат такие высказывания, не удивляетесь У боксеров есть передние руки, и задние руки, и передние ноги, и задние ноги Это академия бокса Это академия бокса Я начинаю каждый день Это академия бокса Роберт Забунян-Кокий И Александр Жилищин-Маха Четвертый раунд Ну что ж, дорогие друзья, у нас четвертый раунд Пока ничего не предвещает нокаут в этом поединке Посмотрим, как будут развиваться события Достаточно осторожно, технично оба работают Александр Филищкин, он в белых трусах И его соперник Роберт Забунян, он в черных трусах Больше работает первым номером Забунян Ну вот сейчас цапнул Выцелил и цапнул на встречу двумя ударами боковыми Филищкин и Забунян Вот, видимо, на это Александр и рассчитывает Да, вот, видимо, это и есть вот та домашняя заготовка, которую подготовил Александр Филищкин на этот поединок Вот сейчас хороший был крюк слева от Александра Но почему бы ему еще и по корпусу не поработать, да, и не охотиться чуть-чуть за головой За предыдущих три раунда мне показалось, что немножко лучше нащупал свою дистанцию Роберт Забунян Да, он больше выбросил Больше выбросил, в принципе, там как бы попытался взорваться в концовке Филищкин, но проконтролировал ситуацию Забунян Ну вот здесь вот потихонечку и начинает активизироваться и Александр Филищкин Ему нужно подходить поближе Мне кажется, вот здесь как раз-таки работа корпусом, да, она бы ему пригодилась Возможно, пока он экономит силы, пытается рассчитать их на весь поединок Никуда не форсирует, ведет такой бой малой кровью, а в дальнейшем может обострить Может быть, да, мы дождемся спорта Взрывной работы где-нибудь после экватора от Филищкина Вот, к слову, через руку попадает сейчас Александр Филищкин Идея была сейчас у него хорошая Он сблизился в инсайд и там попытался апперкотом поддеть Забуняна Идея хорошая В принципе, да, в таком пикабу стайле, в пикабу стиле работает Забунян Он перекрыт, но вот очень действенное оружие против такой защиты апперкот в дистанции Снизу Вот, снова попадает Александр Филищкин Он точнее, он бьет меньше, но он точнее в этом раунде И опять в инсайде левый боковой Раз за разом его крюки достигают цели Пока нельзя сказать, что он сильно потрясает прям своего соперника Но попадается, да, даже видно, что начинает добавлять И так снизил немного свою активность Роберт Забунян Ну, я думаю, пропущенные удары, да, навстречу, они... Вот, хорошее качество, я сейчас увидел у печки Он вышел из кринча с удара Это очень действенный прием, на самом деле Очень хорошо этим приемом пользовался Доминик Гуин Американский супертяжеловес, когда боксировал, честно, перестал Единственное, что приехал в Москву и является сейчас партнером у Александра Паветкина Ну, что ж, я считаю, что в этом раунде Филишкин капитальный молодец Да, и начал отвязать вот так вот в клинче Роберт Забунян Ну, он почувствовал эти удары и, да, это такой звоночек Я думаю, что Филишкин будет продолжать наращивать преимущество, вот эту агрессию Ну, мы все так надеемся, по крайней мере Ну, а Забуняну нужно часто-то чуть-чуть поменять, поменять тактику поединки И стал он позволять птичку запрыгивать, он знает Посмотрим, как будет дальше Ага-га-га Где мои боксы? Шамобокс Пятый раунд Итак, у нас пятый раунд Александр Филишкин против Роберта Забуняна Бой в полусреднем весе, весовая категория до 66 килограммов 700 граммов Красные перчатки, белые трусы Александр Филишкин 14 побед, 5 нокаутом Одно-единственное поражение по очкам Его соперник черных перчатков сейчас в атаке Роберт Забунян, 5 побед всех по очкам Одно-единственное поражение по очкам И... Одно ничья Вот начал потихонечку раскачивать корпусом Сейчас поработал Филишкин Александр Филишкин и тут же он чаще и чаще попадает своими ударами Ощущение такое, что он начинает... Визуально сохраняет, конечно, по однокровию Забунян, но возможно начинает чуть-чуть так нервничать Но мы видим вот такая вот очень интересная атака с окончательным ударом по корпусу левым крюком была у Забуняна Вот ему нужно чаще, ему нужно чаще работать Ну а Филишкин постепенно, мы видим, да, нащупывает уже свою ударную дистанцию Ох, хорошо сейчас Да, и раз за разом так он после своих защит корпусом тут же контратакует Такой в лоб прямо заехал он четко сопернику Забунян удар выдержал, честь ему и хвала за это, конечно Ну, на мой взгляд, вот раунд под диктовку, ну и не под диктовку, но под контролем Филишкина этот раунд сейчас происходит И Саша поточнее, Саша поточнее Вот тут немножечко вскользь такой свинг Филишкина был выброшен Смотри, коллега, поджимает, начинает поджимать Забуняна Александр Филишкин, да Вторая половина боя и начал больше включать активных действий Александр Филишкин Возможно, тот план на бой, который он имеет, и был такой, чтобы первые четыре раунда боксировать в одном темпе И потом потихонечку начинать увеличивать, да И пока дает ему это сделать Роберт Забунян Ну, вот тут полез в инсайд Филишкин без удара, просто приклеился, на мой взгляд Не знаю, чем это было продиктовано По-моему, ну, ударов Забунян он особо не чувствует, чисто визуально, такие впечатления Вы слышите угловых Филишкина, левый боковой на выходе, посмотрим Услышал ли он своих секундантов или нет Ну, вот здесь нужно больше, больше, если ты поджимаешь соперника, нужно, на мой взгляд, больше выбрасывать удары Да, и так очень активизировался Александр Филишкин Ну, хорошо, он заряжен на поединок С мотивацией у Саши все прекрасно Особенно всему, да, мы с вами увидели его высказывание по поединку На мой взгляд, еще один раунд все же Александру Филишкину И потихонечку начинает он переламывать поединка Если первые раунды были более равные, может быть, нет, чуть-чуть был получше Бунян почаще бросал удары Сейчас, на мой взгляд, Филишкин нащупал Вот сейчас нам показали на повторе, как ушел в левую сторону от атаки своего соперника Александр Филишкин И тут же контратаковал левым боковым Но здесь немножечко не плотно он попал там Да, иногда немного не точно само исполнение, но, в принципе, задумка очень интересная И вот именно эти моменты ему удаются Не когда он просто перекрывается за блоком и принимает все удары на себя А когда он, раскачивая корпусом из стороны в сторону, заставляет соперника промахиваться и тут же контратакует Совершенно верно Шестой раунд нам предстоит посмотреть Бой больше у нас такой тактический Разменов пока ярких не видели Но периодически, вот физически, начиная раунда после третьего, стал обострять ситуацию Оба бойца уделяют должное внимание защите плотно, оба перекрыты, мы видим Хорошо, сейчас справа попадает свинга Филишкин разозлил пропущенный удар Роберта Запуняна Да, и он тут же активизировался Пытался он реваншироваться Пожалуйста, смотрите Левый крюк какой, да Ну, я думаю, что вот все эти размены обострения, конечно же, к радости нас с вами, дорогие друзья Чем зрелищней будет, тем он интересней К банальному факту В обвод блока, боковые от Филишкина Саша начал обострять, точнее продолжает обострять в этом раунде Роберт вспомнил про джет Ну и смотрим, удачно сконтрил Филишкин сейчас Право через руку у него прошло Другое дело, что он за ударом несколько повалился и приклеился к сопернику А можно было бы, в принципе Постараться развить атаку Совершенно верно Я думаю, бойца понимают, что еще достаточно есть времени И каждый еще рассчитывает те силы, которыми он обладает на весь поединок Совершенно верно Ну вот здесь чуть-чуть не рассчитал Саша дистанцию Идея хорошая была Ну и, по-моему, сейчас проблемы небольшие у Роберта Да, он продолжает идти вперед Мне кажется, слишком близко подходит Роберт Запунян к своему сопернику Филишкин этим старается Да, и это очень удобно для Александра Он каждый раз уклоняется и эти атаки развивает свои Совершенно верно Ну, возня Все чаще и чаще, да, заканчивается это в клинчем обоюдным Ну, возможно, Филишкин сознательно лезет в клинч, чтобы потом на выходе пробить боковой Да, или чтобы тут не дать ударить после своей атаки с себя своему сопернику Да, то есть на челноке Саша не работает Вот мы видим сейчас достаточно О, хорошо! Левый боковой щелкнулся от Александра Да, Филишкин О! Вот это да! Вот это хардкор! Удается, удается Втягивает в этот размен на ближней и средней дистанции Александра своего соперника И это приносит ему успех Такой прям, ты знаешь, коллега, явно раунд за Александром Филишкин Да, да, пока Благодаря вот этому эпизоду Пока очень ему удается хорошие атаки в этом раунде Ой, хорошо навстречу ловит заплунянная сейчас Филишкин Мы слышим, зал поддерживает Александра Да, раунд позади, но вот этот раунд, пожалуй, прям явно, наверное, Филишкин можно отдать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас седьмой раунд и два раунда еще запланированно остаются в этом поединке И один из двух запланированных уже начался Александр Филишкин, белые трусы, красные перчатки Против Роберта Запунена, черные перчатки, черные трусы Полусредний вес весовой категории до 66 килограммов, 700 граммов В принципе, перспективные бойцы, но хорошо сейчас Филишкин попал левым крюком Ну вот Тимун начинает переносить, начиная где-то, простите за тавтологию раунда С третьего и с четвертого вот эта работа контрпанчером стала приносить успех Вот, разозлился, запунял, смотри Чуть-чуть застоялся Александр Смотрите, что творит Роберт, включил агрессора И ответ Александр Филишкин Вот тут оба бойца, грамотно так Хороший апперкот Абсолютно верно, все правильно развивали свои силы И вот тут как раз обострение приходится на заключительные раунды Ну видно, что по функционалке все в порядке и у Роберта, и у Александра Ну визуально не устали, да? Визуально, да, полный сил, ребята правильно распределили силы Хорошая атака Филишкина, но на мой взгляд он начинает переносить И на месте руки у Александра мы видим, да? Да, но тут бьет, бьет на короткой дистанции Роберт Запунян Все чаще стал сваливаться Запунян в эксайд Практически мы уже не видим, да, от него джеба Практически перестал работать он на этой дистанции И на выходе с ударом из клинча Да, вот этим Александр Филишкин уверен себе Бьет короткие боковые здесь Но если ничего сверхъестественного не произойдет в этом поединке Я думаю, что Филишкин бой заберет Ну исходя из той динамики, которую мы наблюдаем сейчас Понятное дело, что прогнозы это в общем-то вечно благодарная Но у нас есть возможность их озвучить в эфире Сейчас попал несколько ударов Александр правый снизу И левый сбоку ему удался на ближней дистанции До того, как бойцы сошлись в клич Все чаще стал по потоку, хороший сейчас на скачке Левый прямой у Саши прошел Это была потеря равновесия Ну провалил Провалил, да, так на сайстепе Филишкин Роберт Запунян Ну вот преимущество в росте Запунян как бы не очень помогает сейчас Да, смог так своим манерой ведения боя, своей тактикой нейтрализовать Вот это преимущество в росте, в длине рук У меня ощущение, коллега, сложилось такое, что начал, реально начал опасаться Запунян То есть, может быть, удары не сильные, но они точные и неприятные, их много И он понимает, что он больше пропускает, чем наносит Тем более мы видим, что в седьмом раунде после того, скажем так, наверное, на мой взгляд, проигранного шестого раунда Пошел вперед после отдыха Роберт Запунян Но ко второй половине раунда больше лучших эпизодов, опять же, на мой взгляд, были у Александра Филишкина Коллега, я с тобой абсолютно согласен Вот это тот момент, когда немножко застоялся на месте Так, застоялся за блоком, но все удары были в защиту Да, все удары в защиту по площадям, там таких четких попаданий не было со стороны Чуть-чуть больше обычного застоялся так за блоком Александр Ну и у нас финальный раунд, финальный восьмой раунд между Александром Филишкиным и Робертом Запуняном, да, у в черных Полусредний вес, напомним, весовая категория до 606 килограммов 700 граммов Это весовая категория в России богата на таланты у нас Есть ребята очень качественные Это и, кстати говоря, Константин Пономарев и Дмитрий Михайленко Давид Аванесян, Давид Курченко наш Чемпион мира по версии Табу Губей временный, но тем не менее чемпион Пошел, вошел в атаку за Пунян, понимает он, что раунды пока не в его пользу Но плотно перекрыт в защите Филишкин Филишкин и, кстати, если он цапнет в ответ на противоходе, мало может не показаться Роберту Тут есть опасность, да, пропустить на встречу? Да Идя вперед, выбрасывая много ударов, Роберт рискует нарваться на встречный удар Но ему нужно рисковать Хорошо работает Филишкин Молодец Где-то спойлерит Да, есть такой момент Где-то так Приклеивается к сопернику Но с точки зрения своей, со своей точки зрения он все правильно делает Абсолютно верно И достаточно грамотно ведет поединок, на мой взгляд Да Да-да-да Пожалуйста, боковые, не забывать про корпус Вот здесь, да Ага, не успел сделать сайдстеп, не успел отскочить на челноке Раз и в клинч И в клинч, да, тут же клинч Хороший сейчас, попал, попал, Филишкин Да, и так даже немножко Подшатнулся на ногах, мне показалось, запунян Роберт Так, болтанул его чуть-чуть Но надо отдать должное бойцовскому характеру запунян Он тут же бросился Тут же отдавать Отбивать все Попытался реваншироваться Вы слышите, у главных, которые кричат с Филишками, что он попадает Но в принципе сейчас бой, да Но так пропускать тоже не надо Да, при каждом удобном случае Старается точно выбросить свои удары Роберт запунян Он не сдался ни в коем случае Даже не думаете Здесь опасно, так головой вперед бросался Роберт Слава богу, бойцы сбежали столкновения Концовка восьмого раунда И хочет ее забрать Александр Филишкин Да, он идет вперед Очень активен Опять клинч Последние секунды финального раунда Бой соответственно Зал приветствует боксеров, мы слышим И подгон в двойках Филишкина На мой взгляд, Александр может быть собой доволен Но в любом случае Давайте дождемся судейского вердикта Приacağız Субтитры создавал DimaTorzok Е-министра Дуд Уважаемая публика, победу и наносным решением в студии восьмиралного поединка одержал Александр Филичкин. Достойная и заслуженная победа в бою. В любом случае уважение его сопернику Роберту Запуняну.